Дональду Трампу прибавили компромату Дональду Трампу прибавили компромату Пока президент готовится защищаться от импичмента, в его деле появляются все новые обвинения 1. Коммерсант от 19 января 2020 года, 2034 В дело об импичменте президента Дональда Трампа вступил основный защитник главы государства, он сам Хозяин Белого дома впервые формально ответил на обвинения законодателей, назвав их поползновение опасной атакой на американский народ и его фундаментальные права Между тем демократы презентуют публике все новые документы, изобличающие соратников президента и его самого в неподобающем поведении На завершающейся неделе они обрели влиятельного союзника, бывшего соратника президента, готового рассказать им правду о его проступках Представление в ответ на меморандум Представление к импичменту, выдвинутая демократами Палаты представителей Опасная атака против права американского народа свободно выбирать своего президента Это беспардонная и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев Так начинается официальный шестистраничный документ, в котором утверждается, что в высшей мере узкопартийная и безрассудная одержимость импичментом президента началась в тот же день, когда он вступил в должность В заявлении президента подчеркивается, что в процессе импичмента есть процедурные нарушения, а также что президент не обвинен в конкретном преступлении, предусмотренном законом Впрочем, стоит отметить, что демократы никогда и не обвиняли президента в совершении конкретного преступления В документе, опубликованном судебным комитетом Палаты представителей и излагающем конституционные основы для импичмента президента, утверждается Президент может быть подвергнут импичменту за злоупотребление властью и без обвинения в конкретном преступлении А импичмент — механизм наказания за такое поведение, а не способ отменить результаты выборов Формальное заявление президента и его команды стало ответом на 111-страничный меморандум, переданный Палатой представителей в Сенат и излагающий дело против господина Трампа В целом подготовленный законодателями документ в общих чертах повторяет все обвинения, которые звучали в адрес господина Трампа со стороны демократов на протяжении нескольких месяцев И затем были формализованы в представлении к импичменту С точки зрения противников президента, Дональд Трамп задержал передачу Украине 391 миллион долларов военной помощи Потребовав от украинского президента Владимира Зеленского объявить о начале выгодных лично ему расследований, чтобы увеличить свои шансы победить на президентских выборах 2020 года Такое поведение в меморандуме называется худшим кошмаром отцов-основателей Упоминается в нем также и вышедшее в свет 16 января постановление Счетной палаты США, где указано Президент не имел права задерживать поставку военной помощи по политическим причинам, поскольку выделение этой помощи было предусмотрено решением Конгресса ПДФ Утверждают демократы, требуют решить Дональда Трампа от власти Украинский решало В меморандуме демократов упоминается и американско-украинский предприниматель Лев Парнас, один из основных ньюсмейкеров последних дней Когда на прошлой неделе Палата представителей передавала Сенату представление к импичменту, а председатель Верховного суда Джон Робертс наблюдал за тем, как сенаторы приносят клятву расследовать дело непредвзято Господин Парнас давал интервью американским СМИ и открывал новую главу в деле об импичменте Чтобы понять его роль в украинском скандале, необходимо вспомнить о теории двух каналов дипломатии, выдвинутых демократами, противниками президента С их точки зрения, Дональд Трамп в отношении Украины вел двойную политику Одна проводилась через официальный дипломатический канал, а второй, неофициальный, координировал его личный адвокат Рудольф Джулиани Якобы именно через неофициальный канал господин Трамп попытался добиться от Киева начала выгодных лично ему расследований Одним из помощников господина Джулиани на земле и был Лев Парнас, впоследствии обвиненный в нарушениях правил финансирования избирательных компаний После ареста он не давал комментария в прессе, однако в интервью MSNBC обвинил главу государства во лжи, пояснив, что решил изобличить президента из-за того, что после ареста от него отвернулись Дональд Трамп и Рудольф Джулиани Господин Парнас заявил, что президент Трамп действительно пытался с помощью Владимира Зеленского найти компромат на Джо Байдена, бывшего вице-президента, курировавшего украинскую политику при президенте Бараке Обаме И нынешнего соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Достоянием общественности стала и переписка Льва Парнаса, в которой, в частности, с одним из своих коллег он обсуждает слежку за Мария Иванович, экс-послом США на Украине Напомним, госпожа Иванович была одной из свидетелей, давших показания по делу об украинской политике Дональда Трампа Она заявила, что Рудольф Джулиани вместе со своими подручными устроили против нее компанию по очернению, что закончилось снятием ее с поста Причиной для этой компании стали ее попытки помешать команде президента и изыскать компромат на господина Байдена неофициальным путем Лев Парнас признал правоту госпожи Ивановича и извинился за участие в устроенной против нее компании Из его опубликованной переписки стала ясна картина этой компании, в которой оказался замешан бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко, недовольный критикой его нечистоплотности со стороны американского посольства Господин Луценко обещал господину Парнасу компромат на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, работающего в Совете директоров украинской газовой компании Боризма В обмен на увольнение госпожи Иванович Таким образом, посла атаковали с двух сторон, Юрий Луценко добивался ее увольнения из-за критики в свой адрес, а Рудольф Джулиани хотел беспрепятственно получить компромат на Джо Байдена Госпожа Иванович была уволена со своего поста 20 мая 2019 года Тем не менее, пока эти сведения не подорвали республиканского единства, нацеленного на поддержку президента Однопартийцы Дональда Трампа указывают, что господин Парнас, под следствиями верить ему нельзя По данным ресурса Politico, республиканцы обсуждают пути ускорения процесса рассмотрения дела об импичменте, чтобы как можно быстрее перейти к голосованию, где главе государства практически гарантировано оправдание Если все их планы удастся воплотить, процедура может быть закончена всего за две недели Ее старт, напомним, намечен на вторник, 21 января Алексей Наумов